Беловежская пуша – место, вядомое во всем свете. Сегодня экологи обследуют природные объекты в сходной частке территории, циковой своей культурно-историчной спадшиной. Эти древы еще ранее были внесены в спис потенциальных помников природы. Сегодня науковцы приехали в вёску Городечно, ковжу докладно обследовать редкие экземпляры и оценить их биологичный стан. А этот экземпляр, видите, даже в нынешнем состоянии, он очень здоровый экземпляр. То есть он показывает своего рода эталон в том плане, какие могут быть сосны, какие могут быть деревья, если они выросли на своем месте, в свое время. И, ну, скажем так, здесь не было какого-то радикального вмешательства. Гэтым древом по приблизных подликах в ученых с полтысячи годов. Дивно, что хвои дожили до такого взрослого тут для самой дороги. Яны, кажуть экологи, фрагменты самой старожитной придорожной аллеи у подневой полой Беларуси, якая была высаджена уздовж королевского гостинца в Вильнюю Краков. Особливую культурно-историчную каштовность уявляет и гэты дуб, який жекары клопотливо обгородили. Тут, кажуть, стоял шатер военачальников наполеоновской армии подчас битвов с русскими войсками. Как рассказывала моя прабабушка, а ей рассказывали ее дедушка и бабушка, что здесь располагался шатер Шварценберга, который командовал австрийским корпусом. И вот так традиционно народы его называют Наполеоновский дуб. Рядом проходит так называемый Наполеоновский тракт или гостиница еще. Именно по этой дороге со стороны Ковна, в настоящее время Каунас, шли войска Наполеона, которые он снарядил и отправил для сражения с Третьей русской армией. И здесь как раз произошла в этом месте битва с Третьей русской армией. Хотя основное сражение разыгралось возле деревни Поддубна, но историки ее называют битва пригородечна. Мясовые жекары клопотливо заховывают гэты древы. Але только статус помников природы може гарантовать им ахову державы. Татьяна Колокольцева, Василь Полховский, телерадиокомпания Брест.